Работая через Taxopark Expert можно себе сэкономить денег на какой-нибудь десерт. Taxopark Expert это партнер Яндекс.Такси. Комиссия данного парка составляет 50 рублей в день, вне зависимости сколько заказов вы сделаете. Если вы не работаете, то Taxopark с вас ничего не забирает. Также можно выбрать тариф 3% или 7 рублей с заказа. Все ссылки на данный парк находятся в описании. Ребят, привет. Попал сейчас в аварию снова. Видите, кусочек фары отлетел. Какой-то мне таджик или киргиз на Hyundai Portrait въехал в попу. Еду оформляться сейчас на Смольную. Сначала мент нам сказал, ждите. Сначала он хотел по Европротоколу, у нас его не было с собой. Потом сказал, ждите. И спустя 4 часа сказал сейчас ехать на Смольную. Там фотографии мы сделали, сейчас этими фотографиями едем. Короче, ребят, я сдаю Mercedes, я запыхался на нем работать, клянусь. Это связано и с платежами, и с тем, что он мне просто завязывает руки делать какие-то другие либо ролики. Я хочу что-то поснимать на другом автомобиле. У меня под жопой стоит Mercedes. Женя сменщик ушел. Другого я даже и не искал, не хочу искать, потому что все-таки... Сдавать его за 470, мало кто возьмет. Это такой график работы, что с такими ценами надо жить в машине, чтобы зарабатывать. Сдавать его меньше. Ну, Георгий вот берет Mercedes E-шку в MG пакете за 3,570. Можно найти за такую сумму. Заберут его, скорее всего. Но, блин, это просто капец. Надо следить постоянно за водителями. Машина начинает... Не знаю, у него пробег просто накручивается каждый день. Уже пробег на тачке 70 тысяч. То есть за 5 месяцев, когда я забирал, было 25. Опять за 5 месяцев, можно сказать, проехал на 45 тысяч. Я представил, что будет через 2 года и 1 месяц, если я выкупил бы ее, там пробег будет за 400. Получу я просто реально автомобиль уже очень сильно потасканный. Плюс к этому еще каска на автомобиль стоит 120 тысяч рублей. Полная. В феврале я посчитал, что я должен делать ТО. Это где-то 25 тысяч рублей, да? Ну, у официалов, если так, то где-то можно и поменьше сделать. Ладно, пусть будет 15. Я должен делать эту каску 120 тысяч рублей. ОСАГО 22 тысяч рублей 20, там примерно, без ограничений, да? И плюс еще за тачку платить выпук. Получается все чуть ли не 300 косарей. Ну, это очень большие деньги просто реально. Я-то тут знаю. Короче, это очень большие деньги. И просто я не смогу выкупать этот автомобиль. Ну, я смогу его выкупать, если я просто буду на нем работать, да? Сам. Не выпускать какие-либо ролики. Потому что ролики забирают тоже очень много там. Не то, что сил, а просто их нужно монтировать. Их нужно делать. Их нужно так делать, чтобы продолжали их смотреть. Потому что если выпускать каждый день какие-то смены, просто поставить камеру вперед и рассказывать какую-то дичь, ну, спустя время у тебя просмотры будут падать, падать, падать. А не так у меня уже падают, из-за того, что я постоянно за одним автомобилем. Плюс, ребята, еще цены у агрегата, ура, наверное, по которым я работаю. Они, конечно, маленькие. Потому что, ну, блин, реально бывает по 400, по 500 рублей заказы. Чистыми оттуда, ну, 300, 350 рублей остается. Тебе постоянно приходится ездить в брюках, в рубашке. Ты должен выглядеть как бы как водитель, да, персональный получается. Ты не можешь работать в обычной одежде какой-то. А каждый день так себе наглаживать там брюки, рубашку, на это просто кучу времени тоже нужно. Капец, ну, не знаю, там, вот сейчас авария какая-то, целый день потерял. Еду сейчас оформляться. Минус, получается, вот, минус аренда. Ну, просто не знаю даже, что. Это что, контент какой-то? Ну, кто его посмотрит? То есть, блин, реально получается так, что у меня платеж в месяц на автомобиль 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей. Если добавить туда каску еще, разделить ее на 12 месяцев, да, это десятка будет. Плюс 2 каждый месяц или каждые полтора месяца надо делать. Это плюс еще и пятнашка. И плюс какие-то мелкие там ремонты по-любому. Это еще плюс, наверное, десятка. Получается, в месяц автомобиль мне, ну, примерно обходится в 140 тысяч рублей. Это в день где-то 4 500. И я так и считал, что если 2 года и 1 месяц буду его продолжать выкупать, это просто архи-невыгодно для меня же и будет. Потому что у меня изначально платеж за автомобиль составлял равными платежами 3 миллиона рублей. Добавить сюда, как бы, еще эту каску и ТО, он мне выйдет по 4, наверное. Ну, реально, что я там? Выкуплю я через 2 года, но автомобиль, не знаю, ну, сколько он будет стоить, миллион. Я его буду продавать все равно за миллион. Ну, блин, не знаю, не знаю. Конечно, я рассчитывал на то, что я его буду выкупать, буду выпускать ролики. Но спустя какое-то время я просто понимаю о том, что мне куда-то друзья зовут гулять, а я постоянно у меня работаю, у меня работаю, у меня работаю. Да я даже в Новый год себя неловко чувствовал, когда там знал, что у меня машина находится под жопой. И то, что за нее нужно платить. У меня всегда в голове тут работа, работа. Я даже спокойно пиво не могу попить, реально. Просто так запыхался, клянусь. Ну, устал просто на ней работать. Я лучше, не знаю, там сяду за майбах с Георгием и буду работать там сутки через двое. Ну, будет у меня в ноль получаться. Я там зато в пятницу, если я выйду, я все, там, ну, сто процентов. Ролики какие-то буду записывать. Надо еще узнать, как возможно восстановиться в Гете, потому что меня там заблокировали, конечно, на каком-то странном случае, не знаю. Якобы компания считает, что я провел как клиент через себя поездку и в итоге им не платил. У меня был случай, когда я работал в Барабасе, компания, да, название чуть изменило ее, когда там колесо прокололось на белом майбахе и за свой счет вызвал майбах. И в итоге потом с руководителем компании я в рамсы вступил, да, и он мне не платил ни поездку и денег не выплатил ни хера. Вот так вот. И водитель, когда возил свадьбу, получается, победу там, которого я вызвал, он в гостинице Украины заснул и пропал вообще. То есть вот, компания Гет сначала списала с моей карты 12 тысяч рублей, но потом она их вернула, и спустя какое-то время она снова пыталась списать. И типа якобы я из-за этого как водитель был заблокирован. Но изначально я думал о том, что я заблокировал только из-за низкой оценки. Ну, я связывался с кураторами, и они, знаете, просто как там общаются. Типа на ты там. Ты что хочешь, ты не понял, тебя заблокировали. Возможно, там что-то поменялось, не знаю, может, какая-то ошибка все-таки у них была. Надо початее рассказать об этом случае. Я с этим автомобилем выхожу просто в ноль. Реально. Я раньше чувствовал, как у меня как бы что-то откладывалось, я что-то там, ну, получалось. А сейчас у меня ни хера ничего не получается с ним. Два года рабства просто на ней. Я просто чувствую то, что я устал реально. Просто устал. Так что как-то так. Еду ее сейчас оформлять, и сегодня я ее сдам. Сергею. Мы с ним уже поговорили. До аварии. Я ее сдам. И он не против вообще. Я ему объяснил ситуацию. Я, с другой стороны, Сергея с компанией Крафт, я тоже могу понять, да? Если не делать полную каску, и вдруг я попаду в аварию по своей вине, да? Ну, блин, я же могу ему, условно говоря, сдать ее, и он будет сам за свой счет сделать ее. На эти условия мало кто согласится. Так что вот такие вот дела. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok